Вступление, с которого начал Радий Хабиров оперативное совещание в минувший понедельник, иначе как по тёмкинскими деревнями назвать нельзя. Во-первых, Хабиров вновь поблагодарил строителей за успехи в области строительства по республике Башкортостан. Предыдущую оперативку он начал абсолютно так же. Честно говоря, я не понял, зачем нужно было повторять одно и то же дважды из недели в неделю, но, видимо, хороших новостей так мало, что приходится их дублировать. Всё больше и больше вызывая ощущение дежавю, Хабиров опять рассказал о том, как он встречался с Ренатом Хуснулиным и о том, что в Башкирии триумфально ввели в строй 5 объектов социального значения, а именно 5 детских садов. Ну, собственно, Хабиров тут очень сильно лукавил. И Потёмкинская деревня здесь заключается в том, что на самом деле должны были ввести 24 детских садика. Из них 15 в этом году точно не введут, потому что не смогли получить и освоить федеральное финансирование. Об этом, конечно, Ради Фаритович тщательно умалчивает. И здесь налицо, конечно, такая совершенно классическая схема очковтирательства, когда построили одну треть от того, что могли бы сделать, и преподносит это как великую победу. Также Хабиров скользь рассказал и упомянул о встрече с Дмитрием Рогозиным. Легендарный руководитель Роскосмоса Российской Федерации прибыл в город Салават для инспекции подведомственному ему химического завода. Дело в том, что в Салавате на одном из заводов химического комплекса производят компонент топлива для ракет, и Дмитрий Рогозин приехал инспектировать собственное хозяйство. Хабиров упомянул о том, что достигнуты какие-то очень важные договоренности с Дмитрием Рогозиным, но не упомянул какие. Тут, конечно, время напрягаться, потому что все мы знаем об успехах господина Рогозина в области утопления такс и многочисленных падений космических кораблей, которые не могут оторваться от планеты Земля. Также мы помним о замечательно непостроенном космодроме, который Дмитрий Рогозин трижды, по-моему, получал финансирование, и все время это куда-то девалось. В общем, там многочисленные уголовные дела по Роскосмосу и так далее, и так далее. В общем, конечно, на мой взгляд, дружба и кооперация с подобным персонажем, она скорее дискредитирует человека, чем может преподноситься как некий успех. Завершая довольно обширное вступление к оперативке, Радий Хабиров заговорил и о состоявшемся уже первом сентября, о том, что, на его взгляд, эпидемиологическая обстановка в школах вполне себе удовлетворительная. Он сказал, что школы хорошо отработали и хорошо карантинят. А далее, процитирую Хабирова, он сказал, нам продержаться бы неделю-две, и мы пройдем этот вот инкубационный период. Конец цитаты. В который раз я не могу понять, о чем говорит Хабиров. Вот смотрите, хорошо, открылись школы 1 сентября, прошло две недели, и что? Если дети не заболели за эти две недели, они больше не заболеют, что ли? То есть тут совершенно непонятная логика человека, который, видимо, не понимает, как это работает. То есть если дети не заболели, это не значит, что они не заболеют. То есть это не значит, что они контача направо и налево в кинотеатрах, в каких-то общественных местах, в торговых центрах, где они любят тусоваться, они не подхватят эту заразу и не принесут ее в школу. То есть две недели – это не срок, после которого можно будет успокоиться и решить, что все хорошо. Но, впрочем, мы поговорим еще далее по обзору оперативки об этой теме. Она поднималась не разу. Первым штатным докладчиком был, как обычно, Максим Васильевич Забелин, который рассказал нам о ситуации с COVID-19 в республике. 8 тысяч 11 заболевших за все время, плюс 30 за прошедшие сутки, коэффициент распространения менее единицы, темп распространения 0,4%. На стационарном лечении находится, по мнению Забелина, 67 человек, заболевших COVID-19, из них пятеро в тяжелом состоянии. На данный момент свободно 54% коечного фонда. За прошедшую неделю, внимание, Забелин выписал 218 человек. Как это возможно, при том, что более 80% у него уже давным-давно не находятся на излечении на стационарном в больницах, это совершенно непонятно. Только при условии, если кто-то у него болеет COVID-19 менее 5 суток и укладывается в недельный период, значит, для того, чтобы выписаться. Ну, наверное, это только глава Ишимбайского района, господин Абдрахманов, который стремительно заболел и также стремительно вылечился от COVID-19. Не знаю. Летальность господин Забелин обозначает как 0,37 на 100 тысяч населения. Завершая свой доклад, господин Забелин упомянул о том, что новых смертей от COVID-19 в республике он не фиксирует. Всего протестировано 820 тысяч человек из числа населения республики и в школах он отмечает единичные случаи заражения. При этом сам же Забелин констатирует, что уже 323 ребенка выведены на удаленную схему образования, вместе с ними ушли на удаленку и учителя. Резюмируя доклад Забелина, Хабиров не применил похвалить самого себя. Дословно он сказал, что «я ожидал по школам худшего, что сильнее будут болеть, значит наши действия правильные». Ну естественно, сам себя не похвалишь, никто не похвалит, особенно в нынешние суровые времена. Однако даже самый глупый козей из Обзелиловского района известно, что инкубационный период, особенно с учетом вариативности дня заражения, это как минимум 10-14 дней от момента организации массового контакта, а именно таковым можно считать начало учебного года. То есть оценивать правильность или неправильность действий ради Хабирова и его команды можно не раньше, как 15-16-17 сентября. Но ради Хабиров поспешил сам себя похвалить. И в самом конце разговора об эпидемиологической обстановке в республике Хабиров вообще огорошил нас удивительной новостью. Он сообщил, что оказывается разрешили детям в школах не носить маски, а маски носят только учителя. Но вот этого серьезно? Хочется спросить. Вы действительно считаете, что такое решение возможно и оптимально, и вот нужно его как бы реализовывать, и ничего страшного не случится? Ну, господа хорошие, кивая все время на Запад и постоянно указывая на то, что там ухудшается эпидемиологическая обстановка, и понимая, что на Западе вот этот масочный режим как бы строже строгого, Ну, вот такие меры, это, конечно, тут только руками развести. Вторым докладом оперативного совещания традиционно шел комплексный доклад по ситуации в ЖКХ на дорогах и чрезвычайных ситуациях. Борис Владимирович Беляев оптимистично начал доклад с приятных новостей, как он выразился. Что может быть приятнее, как денежные поступления, особенно в размере 526 миллионов рублей, которые Борис Владимирович опять выиграл в эту рулетку федеральных конкурсов, а именно конкурс на облагораживание общественных территорий выиграли 8 победителей в Башкирии. Это Баймак, Белорецк, Благовещенск, Довлекановы, опять Сибай, Училы, село Воскресенское и Зилаир. Именно в этих населенных пунктах на 526 миллионов рублей Борис Владимирович высадит цветов, устроит альпийские горки, побелит старенькие бордюры, как выразился Хабиров, ну и так далее. Вообще складывается ощущение, что деятельность башкирских властей сводится к освоению федеральных средств, к высадке цветочков на эти федеральные средства, устройству альпийских горок в дальнююких деревнях. А вот дороги, школы, транспорт или решение проблемы дольщиков, тем более проблем медицинского обеспечения, это, конечно, категорически не по зубам этой команде, да они, собственно, уже за это и не берутся. Завершил свой доклад Борис Владимирович тем, что сообщил об одном единственном отключении коммунальных услуг на всю республику Башкортостан за прошедшую неделю. Вот здесь я фиксирую категорическое вранье. В конце этой недели, в субботнем выпуске, я постараюсь рассказать о том, как отключают, например, газ в республике Башкортостан и непосредственно в Уфе, и почему-то Борису Владимировичу об этом неизвестно. Причем газ отключают в целых домах, и вовсе не на 8 часов, а на многие-многие сутки. Вот об этом я расскажу, потому что нам поступили материалы об этом, и вот здесь мы поймали Бориса Владимировича, как говорится, за язык. Судя по всему, Алан Викторович Морзаев отбыл в очередной отпуск, и его обязанности прелестно исполнила заместитель Мунасыпова Лилия Маратовна, которая сообщила нам о том, что на прошедшей неделе было 100 ДТП в республике Башкортостан, пострадало в них 114 человек, и 7 человек, к сожалению, погибли. Не удается переломить тенденцию к росту смертей на дорогах. 287 человек уже погибло в республике Башкортостан с начала года, и очевидно, что планку в 400 человек, погибших на дорогах, в этом году, конечно, к сожалению, придется перешагнуть. А далее на оперативном совещании случилось самое важное, собственно, что должно было произойти на этом оперативном совещании. Хабиров, театрально всплеснув руками, вдруг вспомнил о том, что, оказывается, должен был быть доклад министра экологии и природопользования Искандарова Урала Салаватовича, и ни о чем-нибудь доклад об изменениях, то есть повышениях тарифов на услуги в сфере обращения ТКО. Наконец-то произошло то, к чему Хабиров и его команда так долго и старательно готовили население республики. Они повышают тариф на вывоз мусора. Урал Салаватович, которому выпала вот эта тяжкая доля сыграть роль носителя печальных новостей, рассказал нам о том, насколько и где повысятся тарифы на вывоз твердокоммунальных отходов. Примечательно, что в основном вдвое, а иногда втрое повышается цена для жителей сельской местности. Вернее, для индивидуальных домов, которые стоят, как говорится, отдельно и не являются многоквартирными домами. Но, естественно, большинство этих домов – это сельская местность. Так вот, по первому региону, где оператором является МУП спецавтохозяйства, это в основном УФА и прилегающие территории, цена поднимается для жителей города всего на 5 рублей, становится 75 рублей с человека, а вот для жителей индивидуальных жилых домов она поднимается более чем вдвое и становится 76 рублей. Дюртюлемилево-вотстрой, региональный оператор номер 2, для жителей многоквартирных домов цена становится аж 96 рублей. Это максимальная цена для жителей многоквартирных домов в Республике Башкортостан, а вот для жителей индивидуальных жилых домов – 77 рублей, поднимается вдвое. Региональный оператор номер 3, Эко-Сити, жители многоквартирных домов будут платить 94 рубля, жители индивидуальных жилых домов – 96 рублей. Регион номер 4, оператор Экология-Т, Многоквартирные дома 95 рублей, жители индивидуальных домов 96 рублей с человека. Господин Искандаров утверждает, что вот это резкое повышение вдвое, иногда и втрое цены на вывоз мусора позволит приступить к переработке мусора, не допустить вывоз мусора во временные места хранения, а также организовать новые полигоны. Вот здесь, простите, господин Искандаров, конечно, вызывает огромные сомнения. С чего бы это вдруг, буквально завтра, послезавтра, или даже в обозримом будущем, рекоператоры вдруг начали строить новые полигоны или начали перерабатывать мусор? Хабиров, выслушав Искандарова, вступил в некий театрализованный диалог, который, очевидным образом, был или отрепетирован, или, по крайней мере, согласован заранее. Хабиров вновь рассказал нам о том, что весь прошедший год мы платили ту ставку тарифа по вывозу твердобытовых отходов только благодаря его волюнтаризму. В очередной раз Хабиров сообщил нам о том, что он намеренно внедрил экономически необоснованные тарифы, а вот теперь эти тарифы становятся экономически обоснованными. Хабиров не объяснил нам разницу в тарифах по зонам и по операторам, причем, в общем-то, она бросается в глаза. Он не объяснил, почему сельские жители должны платить в три раза теперь больше, чем раньше, но задал Искандарову наводящие вопросы. Например, он спросил Искандарова о том, а представили ли операторы вам план своих инвестиционных программ? Искандаров что-то там забился в пароксизме, рассказал про какой-то там мелиуз. Хабиров быстро, значит, так это все дело свернул, сказал, да-да, понятно, понятно. Но очевидно, что никаких инвестпрограмм у рекоператоров по вывозу твердокоммунальных отходов на данный момент не существует. Естественно, ожидать в ближайшее время возникновения мусороперерабатывающих или мусоросортировочных пунктов не приходится. Хабиров строго-настрого повелел разъяснить жителям, почему им повышают плату за вывоз мусора. Причем объяснить нужно было то, почему им повышают плату за то же самое, что происходило совсем недавно и будет происходить впредь. Ну, выглядело это по меньшей мере, конечно, глупо, весь вот этот вот цирк с конями. Очевидно, что с рынка вытесняют каких-то операторов, а именно мелиоз, вот этот вот, мелиозстрой, я все время забываю правильное его название. Ясно, что никаких действий по изменению схемы переработки, сортировки мусора в ближайшее время точно у нас не предвидится. Просто втрое подняли цену для сельских жителей. Вот и все. Далее на арену оперативного совещания, видимо, в терапевтических целях, был выпущен Фазрахманов Илшат Илдусович, который сделал свой традиционный доклад об успехах в сельском хозяйстве. В частности, Илшат Илдусович сообщил нам о том, что он убрал уже 80% площадей зерновых, намолотил 3 миллиона 200 тысяч тонн зерна, неумолимо намолотит 4 миллиона тонн, которые ему заповедовал намолотить Ради Фаритович, даже несмотря на то, что средняя урожайность по республике Башкортостан на треть ниже, чем средняя урожайность по Российской Федерации. Фазрахманов посетовал на то, что климат так распорядился, он выразился дословно примерно так, что качественных семян на посев в следующем году нет. Тут, как говорится, вах. Как же так? Так старался, так отчитывался, и вдруг качественных семян на будущий год нет. Но Фазрахманов далеко вперед не заглядывает. Он уверен в том, что правительство опять его просубсидирует, поможет, профинансирует. Хабиров, выслушав мажорный доклад Фазрахманова, опять в очередной раз повинился, что у нас перед селянами должок есть по сельхозтехнике, будем рассчитываться. Видимо, речь идет о проваленной программе субсидирования покупки новой сельхозтехники по республике Башкортостан. Но это и неудивительно. На самом деле, конечно, нужно меньше было пускать салютов, устраивать сабантуев, поменьше хороводится со всякими моргенштернами. И тогда при условии отказа от покупки пиксельных елок, наверное, хватило бы денег и на субсидирование покупки сельхозтехники. Но, увы, это не так. Далее ход оперативки принял в очередной раз. Нестандартный оборот, и Хабиров внезапно заговорил о детском питании в школах для учеников первых и четвертых классов. Причиной этому, наверное, является то, что в школах массово родители и дети отказываются от питания. И Хабиров строго задал вопрос Хажину, как там дела с этими единичными случаями, когда были выявлены некачественные продукты или некачественные блюда. Хажин с гневом опроверг все эти слухи, заявил, что все это хайпует СМИ. Хабиров причем ему так присоветовал. Вы не обращайте внимания СМИ, это, конечно, безобразное явление нашего общества, но когда-нибудь мы там с ними разберемся. И действительно, они хайпуют. Но самое примечательное, что Хажин ответил на вот эти претензии по качеству питания следующим образом. Министр образования Республики Башкортостан абсолютно уверен в том, что родители и дети хронически неправильно питаются дома и потому не могут вникнуть в суть здоровой, прекрасной пищи, которую им готовят в школьных столовых и буфетах. То есть Айбулат Вакилыч Хажин, министр образования Республики, обвинил жителей Республики в безвкусии и в неспособности распознать здоровую пищу. Мне интересно вообще, Айбулат Вакилыч дома тоже питается вареным зерном в исключительно чистой воде, без соли, перца и сахара. Что-то у меня подсказывает, что это не совсем так, и Айбулат Вакилыч не прочь бы пожевать жареного шашлычка. Но, тем не менее, чиновник обвиняет жителей Республики, граждан в том, что они отказываются есть здоровую пищу, которую он изо всех сил старается преподнести их детям. Далее оперативка и вовсе приобрела характер какого-то пандемийного фарса, потому что Борис Владимирович Беляев неожиданно сообщил о том, что 19 и 26 сентября он планирует провести в Башкирии акцию «Зеленая Россия и Зеленая Башкирия» по высадке деревьев и всяких кустарников. И эта акция станет, внимание, самой массовой в мире экологической акцией и претендует на вхождение в Книгу рекордов Гиннесса на этом основании. Ну, тут я, как говорится, онемел, и мне пришло в голову, что, ну, действительно, в самый разгар второй волны пандемии, когда существует угроза возникновения новых заражений и новой волны заболевания, конечно, самое время провести самую крупную массовую акцию по высадке крупномеров. Я не знаю, в чем здесь дело, то ли бизнес там у господина Байдина и прочих причастных к этому замечательному занятию начал увидать, но срочно понадобилось выгнать на улице примерно 90 тысяч человек, которые будут сажать эти крупномеры, войдут в Книгу рекордов Гиннесса и, возможно, передадут друг другу вот этот ужасный вирус. Завершило оперативное совещание Полянская Наталья Юрьевна, министр земельных и имущественных отношений, весьма необычным докладом о ходе передачи недвижимости Почти России в качестве вклада в уставной капитал. Честно говоря, непонятно вообще сначала, о чем идет речь и с какой стати нужно передавать недвижимость в уставной капитал Почты России, но Наталья Юрьевна разъяснила, что, оказывается, существует указ Путина, согласно которому регионы и муниципалитеты должны передать имущество в собственность Почты России, дабы увеличить ее уставной капитал, и речь идет о тех помещениях, в которых располагаются отделения Почты России. Очень интересно статистику, которую преподнесла Наталья Юрьевна. Вот покопавшись в ней, мы понимаем, что в Республике Башкортостан Почта России использует 1458 помещений, из которых 747 – это собственные помещения Почты России, 202 помещения она арендует у участников, 18 всего помещений – это собственность РБ, 452 помещения – это муниципальная собственность, и, что примечательно, 46 помещений – это помещения, которые Почта России использует без оформления права на использование, а 39 помещений – и вовсе бесхозные. Как такое могло получиться, чтобы 85 помещений использовались, и муниципальные, городские, республиканские власти никак не обращали внимания на то, что эти помещения никому не принадлежат, либо используются незаконно, ну, тут, конечно, видимо, Почте России большая скидка. Далее Наталья Юрьевна сообщила, что 72 объекта муниципальной республиканской собственности, муниципалитеты и республика уже согласилась передать росимуществу. Вот тут непонятно, конечно, почему передать, а не продать, например, это же все-таки имущество, это же все-таки собственность, это же все-таки налоги, иногда даже прибыль с аренды. Ну, как говорится, с указом Путина не поспоришь, но примечательно, что 270 объектов муниципалитета и республики Башкортостан отказываются передавать Почте России, и очень любопытно, какие меры будут к ним предприняты в исполнении указа Владимира Путина. Эта оперативка, несмотря на остроту и скандальность некоторых вопросов, которые были затронуты на ней, вызвала у меня ощущение некой стагнации и пробуксовки. Судя по всему, история с БСК и Горой Куштау настолько вывернула наизнанку вообще весь механизм государственной власти в республике, что она начала вот так тут рефлексировать, дергаться, повторяться, вспоминать какие-то прошлые заслуги, не может сориентироваться в пространстве. В общем, конечно, как-то не очень здорово выглядело вот это вот совещание. Надеюсь, что к следующей неделе правительство республики Башкортостан соберется с силами и явит нам что-нибудь более интересное. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова